Здравствуйте, друзья! Продолжаем изучать язык верилог. Помогает нам в этом сайт HDLBits. Яндекс.Браузер, Яндекс.Переводчик. Значит, озвучиваем мы в Яндекс.Браузере. Когда нам нужно переводить, мы пользуемся Яндекс.Переводчиком. Все очень удобно, все современно. Когда нам нужно какие-то уточнить определения, мы пользуемся Алисой. На этом как бы вводная часть заканчивается. Сейчас я найду этот Яндекс.Переводчик у себя. Так, давайте. Яндекс.Переводчик. Все, погнали. Это будет быстрая вещь. Она аналогична предыдущей. Поэтому. Почерк мне все прям скопировала. Так. Поздайте мультиплексы 2 к 1 шириной 100 бит. Когда сел равно 0, выберите A. Когда сел равно 1, выберите B. Create a 100-bit wide, 2-to-1 multiplexer. When cell equals 0, choose A. When cell equals 1, choose B. Expected solution. Length around 1 line. Помните, что это говорит? Что они ожидают решения? Ожидаемая длина решения. Около одного строки. Expected solution length around 1 line. Module declaration. Да? Основа верилога. В этой части. Module declaration. Вот. Помните, мы в предыдущем, да? The turn operator. If true, if false is easier to read. Троичный оператор can't. If true. If false легче читается. The turn operator can't. If true, if false is easier to read. Так. Ну и давайте тогда мы сделаем простую вещь. Так. Мы загрузим наше предыдущее. Здесь всё это скопируем. И попробуем сразу. Так. Это вставляем вот сюда. Это комментируем. Это, скорее всего, не сработает. Так. Вот это раскомментируем. А потом вот это проверим, да? Ну, вот прям, как вот у них здесь тупо так всё вставили, да? Вот как они здесь. Condition. Условие. Это sell. И в true B. Вот тут они пишут. One sell 0, choose A. One sell 1, choose B. Хотя там они по-другому, может, писали. Нет. Status success. Всё отлично. Так. Теперь давайте попробуем это закомментировать. Вот в битных это всё прошло. А вот в многобитных можно будет так? Ага. Нет. Видите, он что говорит? Наших знаний не хватает. 56 не смач. Нет. Говорит. Так, ребята, у вас не пойдёт. А вот так. Если мы сделаем, пойдёт. Это я так на бум-лазере тыркаю, как нормальные пацаны. Как мой будущий внук будет тыркать вот так. Вообще просто знакомые клавиши сжать. Неа. Это тоже не сработало. Это вообще. Не-не-не. Ещё больше ошибок. Ой, видали? Тык-тык. Нет. Это так не работает. Control Z. Так, давайте мы это вообще уберём. Это ерунда. Это вот сейчас розетта. Сабминь её и посмотрим мы их не в этом. И запомним, что с шинами так не работает. Вот. А с одинарными работает. И может быть, можно там в каких-то скобочках разбивать. 99 не будет так делать. Так. И чё, не даю? А. А. Вай. Почему? Вот да. Почему не работает? Вот расскажи. Ну. Потому что тут будет бета. Вон у нас как бы он сделал выбрать. Вообще не работает, да? И вот здесь вот если это, выбрать бы. А если не это, выбрать бы. Вот как только мы вот это складываем, да? Тут таблица истинности будет другая. Надо посмотреть, какая она будет. Да? Вай. Тут шина, а мы её сложили с битом. Да? У нас аутпут-то тут будет. Вон какой. 99 бит. Хотя тоже выбираем или B, или A. Тут надо подумать, как. Можно. Может быть, можно было и сделать. А может быть и нельзя. Скорее всего, не Илья. Надо подумать. Так. Ну и всё. На этом всё. Мы закончили здесь. Всё решили. Так. Давайте вот это добавим, чтобы нам помнилось про это. Так. И посмотрим завтра, что будет. Так. А завтра у нас с вами будет... Пу. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Запятая. Не пойми куда. Так. Что надо сделать? Creator 16-bit wide. 9-1. Multiplexer. Sell 0. Choose. Ну? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Нас девять интересует. Так. With this many options, a case statement may be useful. Case statement. Ладно. Case statement. Так, case statement. Всё. До завтра. Завтра будем думать, как это решать. Ну так. Ух, ё-моё. 15 lines. Это да. Это надо будет сейчас осмыслять. 15 lines. Всё. До завтра. Реши.